Ну и более серьезный вопрос. Перед Рамштайном случился конфликт между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сбили беспилотник, да, МКЮ-9 над Черным морем. Мы знаем, что скоро Рамштайн. Как вы считаете, чем чревато вообще это событие и почему дерзнули, ну, это довольно тупо, да, сбить достаточно дорогой беспилотник американский накануне там каких-то судьбоносных решений в войне? Так, ну вот мы с вами записываем нашу передачу в среду, да, значит, Рамштайн, кстати, говорят сегодня. Вот, но давайте, прежде чем мы вот это дело обсудим, еще договорим немножко про этот завод, да, потому что Путин, вот я считаю, что у него был очень сильный прокол вместе с этим заводом, потому что он хотел показать, что российская экономика переведена на военные рельсы, потому что они продолжают крепать какое-то вооружение и приехал на авиационный завод. Смысл в этом не было военным никакого, потому что у России на территории, прилегающей к Украине, находится 1200 летательных аппаратов, 1000 самолетов и 200 вертолетов, ну, примерно такой, то есть огромный парк, на самом деле, летательной техники, которую Россия не использует, потому что у Украины есть хорошая противовоздушная оборона. Это раз. Второе, если бы Путину хотелось показать, что у него есть мощь, он бы нас привел на какое-то летное поле, где стоит 200 вертолетов, они поднялись бы все в воздух и сказали, что вот теперь они летят в Украину, да. А на самом деле он привез нас в цех, в котором есть каркасы начала строительства каких-то вертолетов. И самое главное, что вы, я не знаю, слышали вы это полностью или не слышали, я потому что смотрел интервью, и там, значит, сидел такой мрачный, забитый Шойгу, и говорил директору этого завода, «Ну, я надеюсь, что вы сдержите ваши обязательства, которые вы взяли на себе, значит, на 23-24 год». Ну, во-первых, я сразу вспомнил Леонида Ильича Брежнева, да, пятилетний план, значит, перевыполним, возьмем красные знамя переходящие, там, какие-то эти самые штуки, ну, такие, абсолютно брежневский совок такой, дубовый. Это раз. Во-вторых, министр обороны плачущим голосом просит этого директора, ну, мы надеемся, что вы выполните. То есть там Сталином и мягко и не пахнет вообще за три километра, потому что Сталин приехал бы, расстрелял бы директора, а главному директору, которого он назначил вместо директора, он сказал, значит, если не сделаешь через неделю, то и тебя расстреляем. Вот это вот то, что называется экономика на военной рельсе. А когда Шойгу плачет и просит это самое дело, то это понятно совершенно, что ничего нет. Затем Путин сел в тренажер. Опять, опять мультики, опять тренажер. Вот если бы он сел в вертолет и прилетел бы в Донбасс, да, на Донбасс, и вот там вместе с Пригожиным пролетел бы реально над линией фронта, вот это бы он кому-нибудь удивил. А он сел в тренажер, опять прокол. И самое главное, расскажу военный секрет, о котором все забыли, который все знают, но все забыли. Для военных вертолетов Российской Федерации роторы, то есть двигатели, делает украинская фирма «Мотор Сич», которая перестала им поставлять, но которая, кстати, шесть месяцев после начала войны в Украине поставляла запасные части в Россию, в страну агрессор. Потом, значит, Зеленский арестовал генерального директора этого «Мотор Сич», который был героем России и так далее, потому что они поняли, что они просто работают на агрессора. И без этого «Мотор Сич» эти вертолеты не будут даже достроены. У них нет двигателей, ничего не может заменить. Это раз. И во-вторых, у них нет авионики, то есть у них нет там половины приборов, которыми должны оснащаться эти вертолеты. И поэтому это все было просто убого. Убого, провал. И самое главное другое, что России сейчас на самом деле нужны боеприпасы. То есть вертолеты ей не нужны. Я вам уже сказал, что там есть 1200 единиц летательной техники, летающей техники. У них больше, чем достаточно этих вертолетов и самолетов. Им нужны боеприпасы. А он не поехал на завод боеприпасов, потому что туда раньше ездил в «Шойгу», но там тоже не мог ничего сделать, потому что металла не хватает, там не хватает пороха. Селитру, кстати, Китай поставляет. Вот в сером экспорте, импорте Китай вроде бы там поставляет на пороховые заводы селитру. Что, в общем, очень неприятная штука, потому что без нее меньше бы делали боеприпасов. Ну вот, когда мы с вами это все дело обсудили, теперь давайте поговорим по поводу этого самого сбитого беспилотника и инцидента в Черном море. Вообще-то, строго говоря, такие инциденты, вот, военных людей это совершенно не впечатляет, да, потому что они знают... Вы знаете, военные люди – это мальчики, которые не доиграли в войну, войнушку вот в песочницах в детских садах. И поэтому, когда им надевают большие погоны, дают большие корабли, вертолеты, подводные лодки, самолеты, они продолжают между собой играть в эту войнушку. И пока войны настоящей нету, они на самом деле устраивают себе вот такие гонки, знаете, как вот пацаны у нас вот здесь в сложных кварталах Парижа устраивают по ночам гонки на автомобилях, да, вот там находят какую-то там прямую линию километра два и, значит, пытаются там разогнать свой автомобиль до максимума, что он может. Ну, иногда там умирают, гибнут там и так далее. Вот, так что такие инциденты на самом деле происходят целыми днями. И Россия вообще это обожает. То есть Россия обожает провоцировать НАТО. Это дело происходит там каждый день по несколько раз в Балтийском море, в Северном море, в Тихом океане, где угодно, где есть соприкосновения с НАТО. И, как правило, это все, ну, то есть они залетают, российские самолеты залетают в пространство НАТО, а НАТО, кстати, залетает в пространство Российской Федерации. Вот помните, ну, я не знаю, вы смотрели тогда, или не смотрели, год-два назад, еще до начала войны, в 21-м году, были маневры в Черном море, в которых участвовали, кстати, американцы. Американцы тогда привели, тогда было очень большое показательное дело, они привели свой флагманский корабль какого-то там средиземноморского флота Соединенных Штатов Америки, я не помню, там, 5-й, 6-й, я цифры не могу запомнить. Вот, и англичане своим корветом прошлись практически по линии Крыма, потому что ведь для международного сообщества Крым украинский, да, и поэтому это россияне считают его своим, и поэтому говорят там, не заходите в наши прибрежные воды. А натовцы и Запад говорят, а вообще-то это Крым украинский, поэтому у нас разрешение от украинского правительства заходить в их ходы и есть. Вот, и там тоже чуть не состоялся инцидент, потому что там, по-моему, даже постреляли россияне в направлении этого корвета, вот, ну, там обошлось без ничего. Вот, а здесь это была, конечно, провокация. Провокация совершенно рассчитанная, да, это не случайность, потому что два самолета поднялись в отношении этого беспилотника, но российские военные, они знают пределы, и они знают, как устраивать такие провокации, потому что если бы они, допустим, подлетели к нему и просто его сбили бы с помощью оружия, пушки, там, я не знаю, или ракеты, то это было бы равносильно объявлению войны Соединенных Штатов Америки. И, конечно, в условиях того, что происходит в Украине, это сразу поразило бы очень сильный ответ и практически тогда Россия вступила бы в войну прямую с НАТО. А так они, значит, над ним покрутились, а ведь беспилотник, ну, хотя вот этот беспилотник, это большой самолет, там 20 метров у него размах крыла, то есть это как приличный такой самолет или истребитель. Вот, единственное, что он летит помедленнее, да, вот, и там нет пилота, а в основном это, в общем, большая машина. Поэтому ей помешать можно, конечно, то есть если два истребителя перед ней зайдут ей в нос, то соплами их двигателей и тем, что вылетает из их реактивных двигателей, они могут создать для него помехи воздушные. Этот беспилотник может там с ним что-то случиться. Но здесь они сделали еще хуже. Они на него слили сверху свое топливо. То есть это был, конечно, цирковой трюк. То есть они заходили наверх и сливали на него топливо, а когда сливается топливо, то, соответственно, там замасливаются какие-то датчики, и в результате он по этому, кстати, и упал. Ну и самое главное, что, конечно же, доказательство того, что они на самом деле не искали никакую войну, это публикации, которые были. Мы их там не тут, мы там не здесь, нас там не было, беспилотник сам залетел к нам, а потом сам упал. Ну, в общем, это такая вот стандартная штука. Но вы правы, что, конечно, это вот накануне там каких-то важных решений. Такие гадости всегда нужно делать. Ну и посла российского вызвали сразу же в Вашингтоне. Я думаю, что ему там расскажут, как вообще правильно любить родину нужно. Ну, в общем, да, но его вызвали тоже. Его не к Блинкену вызвали, его не к советнику по национальной безопасности вызвали. Его вызвали к какой-то там координаторше при Блинкене в Госдепартаменте, который ему сказал, что ай-яй-яй, в общем, не надо так уступать. Ему вручили вербальную ноту, и он, буду получен, ушел и погавкал потом на пресс-конференции, что он сказал, что американцы сюда сами виноваты, сами к нам залетели. Вот мы их все предупреждали, что, значит, у нас идет СВО, что у нас есть районы, в которые не стоит им покаживаться. А американцы сказали, что вообще это не ваши районы, мы не признаем ваш Крым, это районы Украины и так далее. То есть мы обменялись все любезностями. Ну да, я с вами согласен, но это чуть-чуть больше, чем обычно, потому что когда вот инциденты в Балтике какой-то, то никаких послов никуда не вызывают. Продолжение следует...